Полынь Артемиссия абсинтиум Полынь горькая в Древнем Риме считалась подарком богине Артемиды, в честь которой и названо это растение. Оказывает противовоспалительное, антисептическое действие, стимулирует деятельность органов пищеварения. Оно получило широкую известность после употребления его в абсенте в французском ликёре. В роду полыньи встречаются различные виды, которые отличаются внешними признаками. Наиболее распространенным видом считается полынь горькая, которая имеет специфический химический состав и своеобразные лечебные свойства. Это неприхотливое растение растет во многих регионах и странах, независимо от погодных условий и состава почвы. Отличается от других видов своего рода шелковистыми серовато-серебристыми листьями и стеблем. Растение содержит фалваниды, антиоксиданты, эфирные масла, дубильные вещества, органические кислоты, туйон. Благодаря этим веществам растение обладает антисептическим, кровоостанавливающим, обезболивающим, противоглистным свойствами. Оно действует благотворно на пищеварительную систему, возбуждает аппетит. Целебные свойства. Полынь горькая признана лекарственным препаратом в более 20 странах мира. В Соединенных Штатах долго считалась галлюциногеном и потенциальным ядом. Экзема была запрещена на протяжении почти столетия, с 1912 по 2007 год. Теперь она легально доступна и в США. Медицинское применение разнообразно. Жидкие экстракты и настойки применяются с целью оздоровления пищеварительного тракта. Хамазулен имеет антиоксидантные свойства и помогает при лечении ревматизма, бронхиальной астмы, ожогов рентгеновскими лучами и экземы. Как дополнительное средство применяется в терапии рака – болезни Альцгеймера. Туйон, содержащийся в растении, помогает бороться с глистами. Еще в Древнем Египте полынь использовалась для лечения кишечных червей. Артемизинин помогает бороться с длительным хроническим воспалительным процессом в организме. Это вещество блокирует цитокинные белки, выделяемые иммунной системой и способствующие воспалению. Исследования показывают, что полынь помогает обличить болезнь крона, которая характеризуется воспалением слизистой оболочки пищеварительного тракта. Его симптомы включают диарею, усталость, спазмы в животе и другие проблемы с пищеварением. В одном исследовании на 40 взрослых с этим заболеванием у тех, кто принимал 500 г полыни 3 раза в день, было меньше симптомов и снижена потребность в стероидах через 8 недель по сравнению с группой плацебо. Эта трава имеет обезболивающие и противовоспалительные свойства, облегчает течение остеоартрита, купирует болезненность суставов. Проводились исследования на протяжении 4 недель у 90 больных остеоартритом коленного сустава. Применение 3% мази на кожу в области больного места 3 раза в день помогло уменьшить болезненность суставов и восстановить их функциональную активность. Следует отметить, что не рекомендуется наносить слишком концентрированные препараты на кожу, это может привести к ожогам. Применение полыни в быту. Используется как антибактериальное и инсектицидное средство для борьбы с плодожоркой и гусеницами. Муравьи, блохи, тараканы, плотяная моль отпугиваются от запаха растения. В пчеловодстве используют это свойство в борьбе с заболеваниями пчел. Использование в кулинарии Полынь используется в качестве приправы к местным блюдам. Экстракт растений используют для приготовления французского напитка абсента, который придает напитку изысканный аромат и вкус. Является также одним из основных компонентов другого напитка – вермута, ароматизированного полынью и пряностями. Ограничение Нельзя принимать беременным, может привести к выкидушу. Женщины при грудном вскармливании, дети в раннем возрасте должны избегать этой травы из-за отсутствия информации безопасности. При эпилепсии есть противопоказания. Туён стимулирует мозг и вызывает судороги. Полынь также может снижать эффективность обычных противосудорожных препаратов, таких как габапентин и примидон. Исключить прием препаратов этого растения в сочетании с лекарствами от болезни сердца. Вместе с варфарином может вызвать кишечные кровотечения. Имеются противопоказания лицам с проблемами почек, почечной недостаточностью. Полынь токсична и может увеличить риск почечной недостаточности. Важно помнить, туён, входящий в состав горькой полыни, может быть токсичным и даже смертельным в больших количествах. Тем не менее, полынь может принести много пользы при умеренном приеме. Однако, перед приемом препаратов этого растения рекомендуется обязательно поговорить с лечащим врачом. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!